Джо Байден лидирует на выборах президента США. Для победы, напомню, необходимо 270 голосов. За минувшие сутки Байден увеличил этот разрыв, в то время как Трамп набрал только один голос. Действующий президент также теряет преимущество в неопределившихся штатах. Сейчас Трамп лидирует в трех из них, в Пенсильвании и Северной Каролине всего на несколько пунктов, а в Джорджии разрыв 20 тысяч голосов. И бюллетени, которые остались неподсчитанными, в основном поступили по почте. По статистике, среди таких голосов значительно больше демократических. В Аризоне и Неваде впереди Байден, и победы в этих двух штатах ему хватит, чтобы стать президентом. Но окончательные подсчеты могут длиться еще несколько дней. Впрочем, накануне вечером Байден выступил с обращением к своим сторонникам и заявил, что его компания находится на пути к победе. Сейчас, после долгой ночи подсчетов, становится понятно, мы сможем выиграть достаточно штатов, чтобы победить на выборах. Я пока не могу сказать, что мы уже победили, но могу сообщить, что когда подсчет закончится, мы будем впереди. Сторонники Трампа в Аризоне вечером вышли на акцию протеста. Они требуют продолжать подсчет голосов. Их кандидат в Аризоне отстает и теоретически может сократить этот разрыв. По информации СНН, в штабе Трампа продолжают верить в его победу в гонке. Сам Трамп в Твиттере называет выборы с фальсифицированными и призывает остановить подсчет голосов. Но в Джорджии, поскольку сейчас он лидирует там с очень маленьким преимуществом и может этот разрыв растерять. Ранее Трамп заявил, что хочет пересчитать голоса и в Висконсине, где он уступил Байдену. Тем временем, за последние сутки в США новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом – 104 тысячи человек. В 18 штатах также рекордное число госпитализированных. И врачи на западе страны сообщают, что больницы переполнены. Уже на следующей неделе клиники могут столкнуться с нехваткой персонала, потому что множество сотрудников ушли на карантин. США по-прежнему находятся на первом месте в мире по числу инфицированных коронавирусом. Почти 9,5 миллионов заразившихся. 234 тысячи скончались. Коронавирус стал одной из главных тем в избирательных кампаниях обоих кандидатов. Джо Байден критиковал действия властей во время пандемии, призывал всех носить маски. Дональд Трамп, в свою очередь, успел сам заразиться коронавирусом, а на митингах часто не использовал средства защиты. К другим новостям. В Молдове объявили второй тур президентских выборов. Он состоится 15 ноября. За пост главы государства там борется лидер проевропейской партии «Действия и солидарность» Майя Санду. И действующий президент Игорь Дадон. В первом туре Санду набрала более 36% голосов. Она обогнала Дадона почти на 4 пункта. Политики уже спорили за президентское кресло в 2016-м. И Дадон тогда выиграл с отрывом в 9 пунктов. Он считается пророссийским политиком. До своего президентства Дадон был первым вице-премьером при коммунистическом тогда еще президенте Владимире Воронине. А позже возглавлял партию социалистов. Майя Санду пошла на выборы с программой по борьбе с коррупцией. Среди задержанных по делу о вооруженном нападении в центре Вены есть россияне. Их подозревают в участии в террористической организации. Об этом заявил начальник австрийской полиции. Он уточнил, что всем фигурантам от 18 до 26 лет и у каждого есть миграционное прошлое. Они приехали в страну из России, из Северной Македонии, из Турции или из Бангладеш. В домах у задержанных уже прошли обыски, а вот российский посол в Австрии уточнил, что по делу о теракте проходят выходцы из Северного Кавказа. Напомню, что вооруженное нападение в Вене случилось в понедельник. Неизвестные открыли стрельбу по прохожим в центре города. Погибли 4 человека. Еще 22 получили ранения. Полиция застрелила одного из нападавших. Им оказался выходец из Северной Македонии, который раньше уже отбывал наказание по статье о терроризме. Власти Австрии признали это нападение в Вене терактом. На этом все и до встречи.